Доброе утро, дорогие друзья! Недельная глава в Айкеле, та же женская глава. И, вы знаете, я сегодня просто хочу рассказать одну историю. Дело в том, что все считают, что религия это такое все суровое, расписанное. На самом деле религия это жизнь. Вот иудаизм, он подразумевает все, как встать, как умыться, как одеться, все, и весь образ жизни. Кто читал, есть такой замечательный писатель Леон Генри, он написал «Дары волхов», где история о мужчине и женщине, которые очень любили друг друга, у нее были чудесные волосы, а у него чудесные часы. В результате она продала волосы, чтобы купить ему цепочку для часов, а он продал часы, чтобы купить ей гребень. Это замечательная история нееврейского мира. А теперь, если можно, я вам расскажу короткую историю еврейского мира. Эту историю рассказывает известный писатель Хайм Валдер. Женщина одна, от имени женщины, она молодая женщина, выходит замуж, и у бабушки ее мужа было бычий покупать для каждой невесты, которая вступает в семью, а их там, не знаю, много. Дорогое бриллиантовое кольцо стоимостью 5000 долларов. Красивая такая. Ну, женщина говорит, кто я такая, что противится, я тоже приняла это кольцо, согласилась продлить эту традицию. И вот перед свадьбами вручают потрясающее кольцо, очень красивое, которого я вообще, говорит, не видела никогда в жизни. Все очень, все хвалили, удивительно, все это хорошо. И вот во время семи благословений я его потеряла. Потеряла. Невозможно было описать досаду, и вообще она сама переживала за себя, за все. Кольцо было не только дорогим, но и потому, что неловко было перед новым мужем, перед его бабушкой, свекровью, да и вообще перед всей родней. Муж понимал это все, искал вместе, но ничего не нашли. Со временем женщина почувствовала, что со стороны мужа и семьи как-то изменились отношения. Их взгляды говорили, что, они не говорили вслух, но маленькая девочка не может ничего сохранить, нельзя на нее полагаться. Отношения с мужем тоже пострадали. Ну, такая история. Спустя 4 месяца на столпейсах. И вот муж одевает фрак, который он сделал на свадьбе. А среди учащихся ишиев, в которой он был, именно обычно одеваться во фрак на праздники. Перед тем, как пойти на молитву, он руку в карман, и вдруг в кармане он видит, что сокровище. Там оказалось пропавшее бриллиантовое кольцо. Ну, все в шоке. Такое, это вообще великолепно. Все начали говорить, что да, там перед ней извиняться. Она понимали, что она ни при чем. Все простили. С того дня положение в семье этой девушки удивительным образом улучшилось. На нее уже не смотрели, как на девочку, которая все теряет. Уважение вернулось и самоуважение у нее. Она теперь, как она сказала, поднимала глаза от земли. Но не стала проявлять особых снисходительностей к мужу. И говорила ему, да, вот видишь, ты все время не можешь ничего сохранить. Ну, так. Спустя шесть лет, она пишет, я решила обновить свои украшения. У меня не было денег, я решила поменять бриллиантовое кольцо, причинившее мне такие страдания, на другой предмет. Взяла квитанцию, пошла в магазин украшений, в котором бабушка мужа его купила. Продавец посмотрел на кольцо, на квитанцию. Я ему спрашиваю, что-то не так. Он говорит, квитанция наша, но кольцо не наше. Я говорю, как это не наше? Вышла из магазина в смятении, пошла домой, стала копаться в документах мужа. И внезапно нашла другую квитанцию на такую же сумму, около пяти тысяч долларов, датированную более поздним числом. Я вспомнил эту дату и поняла, что кольцо было куплено через четыре месяца после свадьбы. И теперь все стало понятно. Как говорит эта женщина, мой праведный муж видел мои отношения с его семьей портиться. Поэтому он купил мне другое, разыграл представление, будто нашел его во фраке. Он взял деньги в долг. И не ставя меня в известность, так прошло эти четыре года. Чувство любви и счастья заполнили меня. И вместе с тем я ощутил я вину за все те извительные слова, которые говорил о муже. Когда муж вернулся, мы с ним долго разговаривали, наша любовь только укрепилась. Вот такая короткая история, это история не о бриллиантовом кольце, а о золотом сердце и о личных качествах, о которых стоит стремиться. Вот поэтому, знаете, я еще успею, короткую историю. Один пожилой мужчина зашел в больницу, стоит ему врач, говорит, вы знаете, надо пождать два часа. Он говорит, я не могу. Он говорит, почему? Мне надо сейчас к жене срочно в больницу. Он говорит, да, ладно, принял его так. Он говорит, а что? Он говорит, у меня у жены болезнь Альцгеймера. Он говорит, она переживает сильно. Он говорит, нет, она меня уже четыре года не узнает. Доктор говорит, ну, она вас не узнает, но вы так быстро стремитесь к ней пойти. Она же ведь не знает, кто вы и когда. Он говорит, да, все правильно, но я-то знаю, кто она. И знаю, кто она для меня. Взаимоотношения мужчины и женщины в иудаизме, это основа, на которой стоит все. Без семьи нет ничего. Без нормальных взаимоотношений мужа и жены нет ничего. А нормальные отношения мужа и жены, в первую очередь, зависят от того, какой климат построен в семье. И большая часть, как ни печально, ложится все-таки на мужа. Именно муж обязан создавать нормальную атмосферу в семье. Именно муж должен улыбаться в семье. Именно муж должен позаботиться о том, чтобы в доме была атмосфера радости. Женщина, конечно, тоже должна работать. И все же это мужская работа. Брахава, Ацлаха, всего самого лучшего. Извините, что я сегодня без умных мыслей, но мне показалось, что сегодня это важнее. Брахава, Ацлаха.